С 1 октября вступили в силу изменения в гражданско-процессуальном кодексе, которые существенно повлияли на порядок подачи заявлений в суд. Нововведение комментирует Марина Ященко, помощник Одинцовского городского прокурора. В настоящее время, если заявление подается в суд юридическим лицом, то есть организациям, в отношении ответчика гражданина, в обязательном порядке указывается один из идентификаторов. Это номер ИНМ, СНИЛС, возможное указание паспортных данных или номер водительского удостоверения. Обязанность направления копии исковых заявлений в настоящее время возлагается на самого истца. То есть при обращении в суд истец должен представить документ, подтверждающий направление копии иска, а также всех приложенных к нему документов в адрес всех лиц, которых он привлекает к участию в деле. Такой же порядок предусмотрен для подачи апелляционных жалоб. То есть копия жалобы направляется в адрес всех лиц, которые участвуют в деле, самим лицом, который данную жалобу подает суд. Также с 1 октября изменился порядок участия представителей в суде апелляционной инстанции. В настоящее время, помимо наличия доверенности, подтверждающей полномочий на участие в деле, также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие наличие высшего юридического образования, либо статуса адвоката. В отсутствие этих документов участие указанных лиц в рассмотрении дела не допускается. Продолжение следует...